Доброе утро, мои дорогие! Сколько там времени? Пол седьмого. Чё, надо вставать. Праздник закончился. Надо за дела приниматься. Надо что-то из цемента сделать. Давно не делала. Надо Александре доделать украшения. И в город съездить надо. Доброе утро. О, сколько я вчера арбуза съела, девчонки. Это какой-то кошмар. Не умею останавливаться. Как аквариум какой-то. Надо пойти хоть на улицу выйти. Чё у нас там? Ой, как хорошо. Утречком свежо. А сейчас к восьми часам уже будет жара. Вчера, смотрите, нагородили под воротами. Собачка же у Лены маленькая. Всё позакрывали. Вот теперь опять надо назад. Как я люблю вот это время утром раннее. Птички поют. Прям так хорошо. Есть чем дышать. А это вот вчера. Все мокрые. Все поливаются водой, потому что невозможно. Дышать нечем. Машины только носятся теперь и днём, и ночью. Их всё больше. Ну ладно. Пойти поставить кофейку. Да просыпаться. Умыться надо. Умыться. И разгуливаться. А раз уж встала-то. Ладно, мои хорошие. Всем хорошего дня. И не просто хорошего, а прям хорошего-хорошего. Мои дорогие. Прям вот вас прошу. Ну ставьте лайки, пишите комментарии. Хоть напишите просто привет. Ну, да хоть что угодно. Помогите выбраться из этой ямы, в которую я попала. Меня нигде не рекомендуют. И, конечно, и поэтому и нет просмотров. Да, девочки, огромное спасибо всем за поздравления, кто меня поздравлял. Спасибо всем огромное. И вам тоже желаю здоровья, и счастья, и долгих лет жизни, и всего-всего самого хорошего. Ну, я вам всегда этого желаю. Спасибо, мои дорогие. У меня вот... Я не могу с одного... Я же по одному телефону разговариваю, и мне туда всё присылают. А с этого телефона я снимаю. И я не могу оттуда перекинуть сюда фотографии. Потому что присылали прям и поздравления с моей фотографией. И прям, ну, прям всякая красота. И Егоркину фотографию Маша присылала. Ему же вчера... Ну, день рождения же был, и они, видимо, справляли день рождения ему. Там ребятишки, и Кира, и Егорка. И так они выросли. Так... Егорка так изменился. Вот с октября, когда я его провожала в Болгарию. Прям мальчик такой. Ой. Вот, так что... Спасибо ещё раз всем огромное, мои дорогие. Огуречище-то какое вырос тут за два дня. Ой. Вон там он ещё. А посмотрите, акация-то как под весом листьев опустилась. Красота. Красота. Ой, вон ещё огурец висит. Надо снимать. Обрывала их, обрывала. Ломала их, ломала. Они всё равно растут прям как на дрожжах. И вон розочку совсем не видно. Она там бедненькая. Маленькие цветочки, жёлтенькие. О как. Вот что значит солнце тут стало, а? А из-за сливы не было солнца, и тут постоянно было пусто. Вчера был праздник, народ. А сегодня иду с цементом заниматься. Попробую вот из набора таких круглых тряпочек сделать какое-нибудь кашпо. Ну, я примерно представляю, но не знаю, как получится. Время одиннадцатый час. Вот вроде в тени, да, на терраске там у себя с цементом ковырялось. Ничего я тяжёлого не делала. В результате десять вечерок, десять утра, я вся мокрая, платье на мне сквозь, мокрая насквозь. Пришлось мыться идти, переодеваться. И вот надо съездить в Черноморск. Вот кончились у меня сигареты. И ещё мне позавчера почему-то банкомат не выдал денег. Хотя деньги на карте есть. Вот хочу ещё попробовать. Чё такое? Написал, обратитесь в банк. Я, конечно, с этим днём рождения забыла благополучно про всё это. Сейчас хотела Даню попросить, чтобы он влез ко мне в телефон. Восстановил у меня альфа-банк в телефоне. Он работает. Ну, ладно, я ему вечером позвоню. А сейчас всё равно надо ехать за сигаретами. Хреновое самое, что у меня. Налички всего 500 рублей. Ну, ладно, может, получится. Может, чего-нибудь банкомат глюканул. Фиг его знает. А у меня куда-то с телефона пропало это приложение. Альфа-банка. Не знаю. Убежала от меня. Хорошо, тут ветерочек. А у меня во дворе нет ветра. Устаёшь от жары. Нет. Ничего хорошего нет в этом. Жить на юге. И давление поднимается от жары. Не знаю. Всё говорят. Вот привыкнешь, привыкнешь. Когда привыкнешь-то, 7 лет будет в этом месяце. Привыкнешь. Знаете, когда холодно, можно одеться потеплее. А вот когда жарко, шкуру с себя не снимешь. А сегодня же день водовое. Не успела снять. Ребята проехали с флагом. В беретах. Куда-то уже укатили. О, она не там. На рынок поехали. Сейчас гулять будут. Опять с животными. Садисты. Единственная страна наша, в которой не запрещены цирки с животными. И люди ведь ведут детей вот на этот ужас смотреть. Если бы видели вы сами и ваши дети, как над ними издеваются, как их бьют. И что с ними делают. Я думаю, вы больше бы не пошли. Я цирки ненавижу. Все эти дельфинарии. Везде, где над животными издеваются. Я как посмотрю на эти самодовольные рожи этих братьев запашных. И думаю, вот вас бы вот так похлестать, чтобы вы на задних лапках ходили. Твари. И ведь какой это бизнес, блин. Самые лучшие цирки, вот Юсалей. Там вообще животных нет. Да и вообще европейские рынки, тьфу, рынки, цирки. Они без животных. Люди должны развлекать людей. Они несчастные животные. 21 век. Не стала брать пакет. А в коробке-то тоже не больно удобно нести-то все это дело. Так, ну где мой товарищ? Сейчас еду. Вон они еще в беретах, в тельняшках. Десант. Десант. Десантура гуляет сегодня. Вон, латвийская пошла машина. Ну, даже с Евросоюза заезжают. Ветер пылища вон там был. Ну, где он есть-то, господи. Кто приедет, не успеешь из дома выйти. Сейчас на автобус садилась, а Мира уже с внуком Феденькой уже с моря приехали. Молодцы. А я ведь еще ни разу не купалась. Август начался. Ну, а что, ну не люблю я этот пляж в городе. Извините меня. Банка с мочой. А набелялась, кто меня возить будет. Это дорогое удовольствие на такси ехать туда-обратно. Вот жду, когда Марина с Сережей приедут. Поезжу с ними. Хоть покупаюсь под конец лета. Вон они, в беретиках сидят. Орлы. Так, а вот и мой орел приехал. Привет! Так. Вот одно. Вот второе. Так, сейчас нужно сделать две подставочки под них. Пообламывала вот эти кусты. Ну, просто уже розу не видно. Опять обрастут. Пусть уже не первый раз я их обламываю. Вон, кучу наломала. Ну, просто вот прут, как на дрожжах. Ой, забыла огурцы снять. О, у меня сенокос-то был, видите, накосил. Ну, сейчас она. Я ее замульчирую, что надо. Ну, что, мои хорошие, все, отсвел гранатик. Вот. Уже вон гранаты какие. Он маленький. И они, главное, все разных размеров. Есть уже побольше, есть поменьше. Вон, Наня. Вот еще. Вот еще. Последние цветочки. Все, мой дорогой, до следующего лета, до следующего цветения. Увижу ли я, нет ли. Как ты еще цвести будешь? Ну, у меня есть видео. Всегда можно посмотреть, как ты цвел, красавец-то мой. Кус-то растет как. Только что был маленький. Так, вот это вот, вот это вот гадость, которая оплетает все. Манго вон растет. Авокадо что-то хочу вам сказать. А. Нет, вот вылезла палочка маленькая. И все. Не хотят. Сколько я билась с ними. Не хотят. Вот, наконец-то накрыла доски. Костя просил их накрыть. Накрыла. Надо еще он. Вон, вчера закрывали дырки-то под воротами, чтобы муху кобели не увели, а то у нее течка. Ну, вот сейчас отсюда плиты возьму, да положу. То все ветром поздувает. И тут Витя скосил, я закрыла этот матрас порванный. Надо вот это вот разгрести и тоже тут накрыть. Таня пускай сажает. У нее это хорошо получается. Сказано, сделано. Вот. Так, я огурцы закрываю. Ну, вот сейчас закрою, еще чем-нибудь займусь. Видите, как работаю? Вон до каких мозолей. Ну, потому что в перчатках не умею работать. Сама виновата. Хорошо, хоть ветерочек будет. Пока ходила, чуть не забыла про креветки. Да, девочки, огромное спасибо всем за поздравления, кто меня поздравлял. Спасибо всем огромное. И вам тоже желаю здоровья, и счастья, и долгих лет жизни, и всего-всего самого хорошего. Ну, я вам всегда этого желаю. Спасибо, мои дорогие. У меня вот... Я не могу с одного... Я же по одному телефону разговариваю, и мне туда все присылают. А с этого телефона я снимаю. И я не могу оттуда перекинуть сюда фотографии. Потому что присылали прям и поздравления с моей фотографией. И прям, ну, прям всякая красота. И Егоркину фотографию Маша присылала. Ему же вчера... Ну, день рождения же было, и они, видимо, справляли день рождения ему. Там ребятишки, и Кира, и Егорка. И так они выросли. Так... Егорка так изменился. Вот с октября, когда я его провожала в Болгарию. Прям мальчик такой. Вот. Так что... Спасибо еще раз всем огромное, мои дорогие. Делюсь с вами муками творчества. Вот, Александре сделала я вот такой браслетик трехрядный. Очень симпатичный он получился. Вот стала делать... Украшения. Хотела поставить вот эти вот шапочки. Но они за все цепляются. Я уж их загнула. Они бусины царапают. Ну, в общем... Не то. Ну, вот уже вот нашла вот такие вот. Но в них четыре бусины не войдут. Вот сейчас буду сидеть голову ломать, как сделать, получится или нет. Еще мне вот эти ей... Вот эти надо ей переделать. И серьги сделать такие. И такие серьги. Вот бывает, знаете, прям села и сделала. А бывает, намучаешься. Не выходит, и все не получается. И все как надо. То того нет, то другого нет. Это не просто так думают. Ах, а села, собрала и на тебе. На. Все работа. Все работа. Ломание головы. Сейчас буду ковыряться, сидеть. А то я вчера и сегодня еще и руки к украшениям не прикладывала. Ну, вот полтора часа проковырялась. Так. Их можно перекрутить. Взять вот так, перекрутить. Они будут по-другому смотреться. Можно вот так. Можно вот эдак. Можно как хотите. Ну, что, надо еще серьги сделать. Миленькие получились. Да, миленькие. Ну, я нашла возможность, как вам похвалиться фотографиями. Вот посмотрите, какое поздравление Людочка мне из Красноярска прислала. Ну, тут я еще помоложе, конечно. Посмотрите, ведь и с какими со стихами-то, девочки. Вы посмотрите. Принимай-ка поздравления, дорогая мастерица. Ты опять над рукодельем, по ночам тебе не спится. Я желаю вдохновения, здоровья, счастья и терпения. Пусть часы работы дарят радость и умиротворение. Ой, ну надо же, вы посмотрите. Еще и поэтесса, а. Спасибо, Людочка, огромное. Ну, это еще один внучек питерский. Чернявенький мой. Ой, Данте. Тоже скучаю. Он там растет. А я не вижу, как он растет. Ну, ничего, Бог даст, увидимся. Вот. Палки пожечь тоже. Ой, уже спина не работает. Пока вот это полила, где-то что-то пообрезала, где-то чего-то. Ну, что, не хочешь, коробочка гореть никак. Сейчас еще бумаги принесу. Палок-то дофига. Ну, что ты... Не хочет. Разгорелось. Жечь-то нельзя, так я понемножку. А то веток всяких много очень. Красота. А, когда огонь горит, красота. Ну, согласитесь. Правда ведь? Ну, вот. Кучу спалила. Пойду на закат с вами прощаться. Листья просто сыпятся вот с этих, блин... А, с акаций. Невозможно. А заката-то и нету, мои хорошие. Ну, шо ж так-то, а? Не даете полюбоваться-то. Ну, ладно. Шо ж нет, так нету. Нет, это хорошее. А там он над морем, видите? О, ну, чего? Ну, дождя не обещают. А может, пойдет. Ой, так дольчик хочется. В то же время девчонкам надо отдыхать, загорать. Вот как хочешь. Вот сейчас Мира звонила. Завтра опять в гости пойду. Вот видите, как хорошо. Две свободные женщины. Языки почесать. Вот. Ну, что, мои зайки. Вот и день прошел. Вот видите, как вы со мной живете. Все про меня знаете. Кому-то скучно кажется. Не знаю, вот мне скучать некогда. Я, как белка в колесе. Ну, со стороны, может, кажется, и скучно. Кто-то, может, и веселей живет. Машин просто, ну, вот. Ничего, еще август. А там поедут в сторону от Крыма. Кто-то, кто куда по домам детей в школу. У меня у Макарика будет 17 августа известно, куда он поступает. Ну, и к сентябре он в Питер. А там и я, надеюсь, подтянусь. Конечно, в сентябре-то жалко уезжать. Потому что самая погода хорошая. Уже жары такой не будет. Хотя в этом году неизвестно. Ну, все равно как-то в сентябре-то уже поспокойнее. Уже солнце не такое. Не так шпарит. Хотя он сегодня смотрел. О, Господи, что творится в Турции. Ну, вы тоже, наверное, да, видели. Это кошмар какой-то. Это какой-то кошмар. Но наша добрая Россия отдала три самолета Турции. Хотя у самих горит Якутия. Все лето Карелия горит. Тоже везде все горит. А мы добрые отдали три самолета Турции. Давайте тушите пожары. Я сомневаюсь, что еще кто-то так помог. Одни мы последнюю рубашку снимем и отдадим. А сами горите, Карелия. К хренам. И Якутия тоже. Но от меня, к сожалению, это не зависит. Я бы хер отдала. Я бы тушила свое. Но меня никто, к сожалению, не спрашивает. Ладно, зайки. Солнышко нам не хочет показываться. Давайте. Пойду я сейчас дожгу свои ветки. Да пойду домой. Поковыряюсь еще. Надо мне, Александре, доделывать. А завтра опять цемент. Ну ладно. Завтра увидимся. Давайте, мои дорогие, отдыхайте. Пусть будет хороший вечер, спокойной вам ночи. Старайтесь не переживать, не трепать себе нервы. Потому что все на самом деле такая ерунда, из-за чего мы нервы трепим. Я вот к этому выводу давно пришла. Но как бы научиться не трепать нервы, вот это другой вопрос. Давайте, лапоньки мои, я вас целую, обнимаю. И желаю вам только всего самого-самого хорошего. Ладно? Установку вам даю на самое хорошее. Как Кашпировский. А вдруг кому-то поможет? Ну, а вдруг? Ладно, давайте, мои хорошие, до завтра. Пока-пока.